Лица, повторно севшие за руль транспортного средства, ранее лишённые права управления транспортного средства, будут привлекаться к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, либо обязательной работы на срок 200 часов. Это только в том случае, если нет признаков уголовного преступления. Новые изменения вступили в силу со вчерашнего дня. Напомним, ранее наказание для всех лишёнников, пойманных за рулём без прав, было для всех одинаковым. Штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Также нарушителя могли привлечь к исправительным работам на 100-200 часов. Теперь же такое наказание будет применяться только к тем, кто попался в первый раз. Также вступили изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Введена новая статья 264 прим. 3, которая предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством повторно лицом, будучи лишённым ранее право управления транспортным средством. За это водитель рискует попасть за решётку на два года, а также ему придётся платить штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, у таких нарушителей могут конфисковать автомобиль. Но забрать машину полицейские имеют право лишь в том случае, если нарушитель является владельцем авто. Отметим, ранее к уголовной ответственности привлекали лишь водители, лишённых прав за пьяную езду и попавшихся вновь на дороге за рулём в нетрезвом виде. Отметим, с начала года в Абакане поймали 307 пьяных водителей. А в Хакасии за шесть месяцев этого года возбуждены уголовные дела в отношении 345 пьяных рецидивистов, из них 84 в Абакане. 12 получили реальный срок от года до двух лет. В основном это мужчины от 30 до 40 лет. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Савельева, Владислав Воронов. Новости.